83 миллиона рублей получили 1294 компании Магаданской области от государства в качестве поддержки в тяжелом 2020 году. Такие субсидии выплатили в связи с распространением пандемии для сохранения в организациях численности работающего персонала. 3 миллиона рублей получили 150 предприятий на дезинфекцию и профилактику. Около 2,4 тысяч субъектов малого бизнеса из пострадавших отраслей были освобождены от уплаты налогов и взносов за второй квартал 2020 года. 17 компаниям были представлены отсрочки на 28 миллионов рублей. Для оперативного взаимодействия с бизнесом, мониторинга экономической ситуации в регионе и доходов бюджетов в новых условиях, в самом начале пандемии при управлении ФНС России по Магаданской области был создан региональный ситуационный центр. В него поступали обращения от налогоплательщиков и далее они оперативно доводились до Федерального ситуационного центра ФНС России. Это позволило государству выработать необходимые решения по поддержке налогоплательщиков. Такие итоги 2020 года подвели на расширенном заседании коллегии у ФНС России по Магаданской области. Будут обсуждаться вопросы, которые позволили обеспечить бюджетные назначения на 103% как федеральный бюджет, так и региональный бюджет. То есть все бюджеты выполнены более чем на 100%. То, что планировалось. И, естественно, будет большое внимание уделено новым онлайн-сервисам, которые на сегодняшний день у нас работают. 2020 год показал, что онлайн-услуги оказались более чем востребованы. В мобильном приложении «Налоги.ФЛ» появились короткие сценарии заполнения 3НДФЛ. Они позволяют заполнить декларацию и направить заявление на зачет или возврат буквально в три клика. Функционирует и мобильное приложение «Мой налог» для самозанятых граждан. По словам специалистов, стали популярными электронные сервисы, связанные с поддержкой и помощью бизнесу. Мобильное приложение «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» также активно используется для информирования. У ФНС России автоматически рассылает пуш-уведомления о возникшей задолженности или выставленном требовании. Сообщает о тематических семинарах в инспекциях, напоминает о сроке сдачи отчетности. На заседании специалисты отметили и эффективность взыскания задолженностей с юридических лиц и предпринимателей. «Совместный показатель эффективности взыскания задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году состоялся в 26 процентов при установленном 55 процентах. Физических лиц 90 процентов при установленном 75 процентов». Завершая коллегию, руководство озвучило задачи на 2021 год. Следует обеспечить динамику поступлений налогов и страховых взносов на уровне, соответствующим индикаторам экономики. Необходимо произвести безусловное выполнение годовых параметров бюджетов всех уровней, принять меры по дальнейшему снижению задолженности. Эксперты отметили, что следует повысить и качество обслуживания налогоплательщиков, эффективность контрольно-аналитической работы и процедур банкротства. 30 лет назад подняли военно-морской флаг на атомной подводной лодке К-331 «Магадан». С этим событием заместитель мэра Магадана Юрий Козетов поздравил экипаж, с которым у муниципалитета установлены дружеские отношения. В 2000 году был заключен договор о сотрудничестве. В документе отражены пункты о военно-патриотическом воспитании магаданцев, оказании помощи экипажу корабля в несении службы по защите рубежей северо-востока России. Со стороны города мы стараемся помогать экипажу. Какая-то помощь в первое время мы вплоть до того, что там где-то каким-то вещевым составом помогали, денежно наши предприниматели города реагировали на просьбы. Ну, в свою очередь, атомная подводная лодка на сегодняшний день готова принять на службу, если у нас такие есть призывники или, допустим, те, которые собираются поступать в военно-морские училища, готовы принять на службу наших магаданцев. И нам бы, наверное, это очень хотелось, чтобы в составе экипажа служили магаданцы. Но я думаю, что это, в свою очередь, играет определенную роль на ту молодежь, подростков, которая сегодня учится в образовательных учреждениях, в клубе «Подвиг», который шествует тоже на подводной лодке. Сейчас лодка находится на ремонте на заводе «Звезда». Этот большой судостроительный комплекс базируется в городе Большой Камень Приморского края. Корабль должен выйти на испытания в конце 2022 года. С 9 марта 2021 года по пригородным маршрутам регулярных перевозок на территории Магадана внесены изменения. По маршрутам 101 и 111 автовокзал Уптар-аэропорт вводится дополнительный рейс. Он будет работать в будние дни и в субботу в 14.30 от остановочного пункта автовокзал. Временное сводное расписание движения опубликовано на официальном сайте мэрии Магадана magadangorod.ru в рубрике «Городское хозяйство», разделе «Сфера потребительских услуг», подразделе «Транспортное обслуживание населения». Очередной конкурс «Педагог года 2021» проходит на Колыме. Сегодня за круглым столом встретились конкурсанты по двум номинациям – педагог общеобразовательной организации и педагог дошкольного образования. По словам организаторов, в этом году состязание преподавателей должно было проходить в дистанционном формате. Проведение финального конкурсного испытания «Круглый стол образовательных политиков» должен был пройти также в дистанционном формате, в режиме видеоконференции. Но за день до мероприятия было принято решение все же провести встречу очно. «Я в роли ведущего круглого стола. Я хочу сегодня предложить конкурсантам обсудить темы, какие навыки будущего должны быть у учителя настоящего. Вот об этом мы будем сегодня вести наш профессиональный разговор». На встрече педагоги обсудили свое видение на образование будущего. «Дистанционное обучение, использование современных новшеств, инноваций в образовании, в технике, в науке. Все это будет вместе в гибридном образовании существовать». «Я никогда не представляю образование без учителя. Учителя, не который является транслированием учебника, а именно тот учитель, который направляет учеников для получения знаний». Церемония закрытия городского конкурса состоится 17 марта 2021 года в здании ДДЮТ, на которой и выяснится, кто из преподавателей станет победителем местного конкурса и пройдет следующий тур. В этом году победители региональных этапов будут конкурировать между собой в городе Ростов-на-Дону. Со 2 марта перестал действовать беззаявительный порядок продления ежемесячной выплаты из материнского капитала. Такой режим работал на протяжении года из-за угрозы распространения коронавируса. Теперь же выплаты будут продлевать только по заявлению, которое можно подать через личный кабинет на сайте пенсионного фонда или госуслуг. Такую выплату предоставляют семьям до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Право на нее имеют семьи, доход которых на каждого ее члена не превышает двух прожиточных минимумов. Как и раньше, подать заявление на выплату из материнского капитала можно в любое время в течение трех лет с даты появления второго ребенка. Если обратиться в ПФР в первые полгода, средства перечислят с даты рождения или усыновления. При обращении позже выплата, согласно закону, начнется со дня подачи заявления. Спортсмены сборной Колымы привезли три рекорда и 30 медалей с чемпионата первенства Дальнего Востока. Проходил он во Владивостоке. Всего поучаствовали 280 спортсменов из 11 краев и областей ДФО. Магаданцы поднимались на высшую ступень пьедестала 11 раз. Больше всего медалей в команду принес Даниил Панкеев. Из десяти завоеванных пять высшей пробы. Пловец установил два рекорда Дальнего Востока на дистанциях 1500 метров и 800 метров вольным стилем. Пять золотых медалей завоевал Иван Кожакин. Еще одну золотую медаль в дисциплине 200 метров бетерфляем завоевала Арина Сафонова.